Подход вашей компании складывается в непонятной пока буквы DECAP. Расскажи поподробнее, пожалуйста, потому что действительно новая и непонятная. Аббревиатура DECAP на самом деле она уже довольно созрела в рынке мировом. Есть рейтинг Гартнера, там более 12 лет есть уже продукты, расшифровывается она как Data Access Audit and Permission. И на самом деле все довольно просто, это аудит неструктурированных данных, а точнее файловых помоек. То есть мы сейчас, если коснемся DLP, то DLP это все делает в момент пересечения периметра, а мы это исследуем внутри периметра, пока еще ничего никуда не утекло, но при этом уже есть нарушения прав доступа. И они есть всегда, везде и возникают просто благодаря тому, что компания живет, в ней существуют файлы, люди, они как-то между собой взаимодействуют, все это перемещается. И российский рынок сейчас он по сути создается, наверное, потому что раньше аббревиатура DLP тоже была каким-то таким непонятными тремя буквами. Сейчас у нас это четыре буквы, DECAP или же в Гартнере это еще DAC называется. Data Access Government. Каким образом ваше решение сотрудничает с DLP, сотрудничает ли оно с ними, или просто оно как бы убьет рынок DLP российский? Это звучит, конечно, очень круто, но мы на DLP вообще не покушаемся. На самом деле это зрелый рынок, он решает конкретные определенные задачи, и эти задачи он будет продолжать решать, потому что периметр все равно надо защищать. А мы его гармонично дополняем. То есть то, что, например, выявилось на DLP, поймало в процессе утечки, кто-то что-то отправил, мы внутри можем показать, кто вообще, откуда он это взял. Да, то есть у нас же как, инсайдер это человек, который легально имеет доступ к информации, но если информация находится в общем доступе, получается, что легально к ней имеет доступ вся компания, и любой сотрудник становится невольным или невольным инсайдером. А данные в общий доступ могут попасть, ну, случайно, по халатности, там, ну, по любым причинам, да. Кто-то просто куда-то перенес, вот, потому что ему удобнее работать в этой папке, а там общий доступ. Вот, все, в этот момент, по сути, уже случилась утечка, эти люди все становятся автоматическими инсайдерами. Вот, и вот с этим надо и разбираться, да, кто, когда, куда имеет доступ и где это все, что находится. Если говорить про российский рынок, понимают ли заказчики вообще о чем-то говоришь, когда приходишь к ним, есть ли у них потребность в этом продукте и, собственно, спрос? Да, ну, спроса у них пока нет, потому что они не знают, в чем, что спрашивать, вот. А потребности есть, миллион файлов вручную просмотреть невозможно. Сделать некую выборку в консоли, графическую, которая покажет, что вот все персональные данные в общем доступе с нарушением. Довольно просто при помощи систем подобного класса. Вот, поэтому, когда мы об этом рассказываем, и вот благодаря таким конференциям понимания становится больше и больше. Потому что потребности бардак есть в любой организации, вообще в любой всегда, особенно если менялись айтишники, менялись безопасники, то вновь прибывшие, они часто не то, что не знают, кто куда доступ имеет, а даже не знают, что есть какие-то места, где хранятся конкретные вот такие данные, ну, например, персональные, какой это склад сканов паспортов или склад банковской тайны, который сделали для, там, приходящей проверки, забыли удалить и забыли про то, что он есть. Сегодня была тема про этику и безопасность. На твой взгляд, почему решили вспомнить про этику сегодня и этично ли это использовать DLP и следить за сотрудниками? Как это, этично ли вспоминать сегодня этику? Вот, но на самом деле я считаю, что это абсолютно этично, потому что даже до, там, существования DLP при звонке в любой банк нам по телефону говорят, что наши разговоры для повышения качества обслуживания могут быть записаны. Ну, дальше это используется для повышения качества или для повышения качества скриптов, по которым нам потом будут продавать, или еще для чего-то. Поэтому это давно и повсеместно существует. Всегда во все времена были, там, службы, которые, там, читали письма, вскрывали на почте, потом появились телефоны, сидели операторы, которые слушали людей. То есть ничего нового на самом деле не произошло, там, с созданием, там, тех же самых DLP-средств, там, видеокамер видеонаблюдения и всего остального. Все как было, так и осталось, да. Люди отправляют друг другу информацию, другие люди эту информацию контролируют. Это было, есть и будет всегда. Надо просто это принять и с этим жить и не переживать. Отлично. На твой взгляд, люди – это главная угроза или главная ценность компании? Ну, провокационный, конечно, вопрос. Но люди – это люди. Вот. Конечно, без людей ни одна компания существовать не будет. Поэтому они и то, и другое одновременно, но, наверное, все-таки ценность в большей степени. Вот. А чтобы они не были угрозой, надо просто, ну, во-первых, не давать им повода и любить их, да, как бы своих сотрудников, там, вот. А во-вторых, применять технические средства, которые, если вдруг человек случайно оступился, случайно, не по злому, умыслу. Ну, чтобы это дело предотвращать.